30 мая завершилось предварительное голосование в партии «Единая Россия». В нем могли принять участие все жители страны, независимо от политических взглядов. В республике были зарегистрированы 220 кандидатов в 22 округах по выборам депутатов Госсовета Чувашии и в двух избирательных округах по выборам в Госдуму России и в список партии. В электронном голосовании в республике участвовали более 180 тысяч выборщиков. Подробности в нашем материале. Мы видим, что подсчет голосов начался. На текущий момент уже подсчитано 3000 голосов. Процесс идет довольно быстро. У нас на связи все 85 регионов. Каждому есть что сказать. Подключилась и наша республика. В региональном отделении партии «Единая Россия» вчера вечером было многолюдно. В электронном голосовании приняли участие более 180 тысяч выборщиков. Напомним, оно стартовало по всей стране 24 мая и в нем мог принять участие любой житель, независимо от его политических взглядов. Кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов, представят партию на осенних выборах. На этот раз предварительное голосование проходило в электронном формате. По списку в Госдуму участвовало 31 человек. Все люди достойные, уважаемые. Самое масштабное электронное голосование прошло без боев, сказал по видеоконферент-связи председатель партии Дмитрий Медведев. Система выдержала. Все данные сохранены, все голоса учтены. Республика показала хорошие результаты. В среднем электронно через портал Госуслуги проголосовали почти 20% избирателей. Предварительное голосование вызывает все больший интерес у жителей нашей республики. Мы сделали упор именно на электронное голосование. Многие жители реально считают сегодня удобным любое обращение в органы госвласти, и в том числе пользованием порталом Госуслуги. Волонтерские мобильные бригады осуществляли свое движение в большей степени в наших районах. Мы благодарим всех, кто рассказывал о предварительном голосовании. Демократическая процедура электронного голосования позволила сделать все максимально открыто и прозрачно. Правильное зачисление голоса можно будет проверить после подведения итогов. В списках партии много новых лиц. Народ выбирает, партия выдвигает. Это основной принцип «Единой России». И поэтому тот, кто победил в результате предварительного голосования, будет уже иметь преимущественное право. По сути, участвуя в предварительном голосовании, кандидаты от партии донесли до избирателей свою четкую программу будущих действий. Как сказал Дмитрий Медведев, таким образом началось сформирование народной программы партии, с которой «Единая Россия» пойдет на осенние выборы. Продолжение следует...